всем огромный привет сейчас хочу начать новую рубрику на моем канале самое запрашиваемое видео это показать ароматы недели ароматы месяца ароматы сезона я долго думала как лучше этот ролик организовать не то ароматы весны показать том что я пыталась как будто как бы чтобы пореже может быть показывать какой-то делать аромат лета ароматы зимы ароматы весны но получается так что показала дня пользуюсь другими и еще у меня такая проблема с ароматами так как их очень много у меня то в дальний угол забиваются некоторые флаконы и они там бедные стоят не потому что я не очень люблю эти ароматы потому что количество большое то что под рукой пользуешься чаще и я решила открыть новую рубрику которая может быть будет интересно вам и также стимулирует меня пользоваться всеми ароматами которые у меня есть я буду делать ароматы месяца выбирать я буду но я не знаю каждый раз одинаковое количество или разное я долго думала 10 12 15 выбрать ароматов сначала выбрала 10 потом 12 в итоге остановилась на 15 в общем каждый месяц я буду убирать все ароматы оставлять на полочке только те которые выбрал на месяц и буду пользоваться ими буду с некоторыми даже знакомиться потому что я их просто не узнаю если на ком-то услышу вот настолько не знаю некоторые ароматы давайте в общем предысторию я рассказала чтобы вы поняли что за рубрика теперь будет на моем канале надеюсь она приживется надеюсь она понравится и вам но поехали букеты описывать девочки не буду буду просто вот свое личное мнение мое восприятие потому что если я буду искать сейчас букеты то этот ролик так в зародышей останется я его не сниму давайте начну наверное ну что под рукой у меня первое это аромат каори этот аромат компании faberlic он такой розовый обычно более сладкие водички более легкие у них розовые я бы назвала этот цветочный пудровый аромат но в нем есть какая-то небольшая горчинка он достаточно приятный мне нравится но я знаю что есть девочки которые говорят что не подходит не нравится мне этот аромат кажется нежным приятным и на мне он раскрывается очень красиво некая сладость но сладочно сладость цветочная мало в ней фруктового чего-то такого следующий аромат надо пшикнуть это мой любимый черриш черриш в мою жизнь ворвался очень оригинальным образом я уже про него рассказывала этот аромат который я сначала купила пробник и решила что он мне вообще не нравится он мне действительно не понравился я ярко и отчетливо услышала древесные ноты которые меня оттолкнули входит в этот аромат цветы вишни да и вот какой-то древесный аккорд мне вот этот древесный аккорд не понравится не понравился видимо был не сезон прошло какое-то время мне попался в руки снова этот аромат я его потестировала я просто влюбилась бедный этот пробник я просто наизнанку вывернула весь на себя вылила и заказала при первой возможности этот аромат теперь у нас с ним любовь я считаю что это прекрасный аромат весны и хотя вот эта древесная нотка в нем присутствует она как изюминка в этом аромате вот в моих глазах в моем нюхи в моем обонянии это очень интересный в нем тоже есть какая-то сладость вот с этой древесинкой ну красиво раскрывается на мне ну опять же есть те кому не нравятся такие ароматы но вот я из тех кому нравится вообще я по ароматам можно сказать всеядный человек потому что редко чтобы я точно сказала не мое прямо конкретно есть группа ароматов которые мне не нравятся но они нравятся большинству людей далее хочу показать еще один аромат я не буду в этом ролике говорить кто что мне подарил кто что прислал девочки я вам очень очень благодарна просто когда сейчас думаю о том что сказать про аромат и могу просто имена перепутать поэтому давайте я буду только про ароматы показывать следующий это луси да это по моему ночная звезда или как то так она переводится это вечерний аромат он очень нежный приятный тоже подарок вот он знаете он такой интересный он действительно вечерний в нем какая-то начнут какие-то ночные цветы я не знаю что входит но так красиво раскрывается и звучит этот аромат уже совсем не похож на предыдущие два если там какие-то вот цветы то тут какая-то томность какая-то вот такая вязкость я не знаю как это вот передать но это вечерний аромат прям вот он сам за себя так говорит следующий аромат будет похож флакончиком на предыдущий это мой любимый баттерфляй эйвен очень красивые вот эти бабочки сам флакон просто бесподобный посмотрите какой дизайн интересный флакон а как будто кусочек копченой колбаски срезанный ну конечно сравнение очень потешные и неуместное конечно этот красивый аромат последнее время я его часто вижу в распродажах у компании эйвен но очень жаль если они его выведут потому что я его очень нежно люблю полюбила я его с первого взгляда еще когда я снимала пародию на заказ эйвен два года назад тогда он был пробником он был новинкой и когда я снимала пародию первый раз его потестировала и он мне так тогда понравился я даже слова забыла которые подготовила там своей пародии очень приятный цветочный нежный для кого-то можно сказать это мыльный аромат девочки называли мыльным я даже в какой-то мере соглашусь у него есть такая вот как бы аромат чистоты можно назвать но это знаете вот поле цветы ромашки действительно свежий воздух чистота и какой то не знаю вот этот чистый воздух и не знаю вот вот чистота да наверное я слова паразиты произношу да наверное часто говорю само наверно и еще какое-то слово это все повторяла а не знаю я еще говорю не знаю следующий аромат попробую избегать это маленькое черное платье оно у меня в маленьком флаконе 30 миллилитров но мне его достаточно потому что очень много всего этот аромат я узнала не больше полугода назад хотя это просто раритет уже в компании эйвен приятный приятный аромат это наверно классика парфюма настолько он интересный в нем звучат цветы в нем есть по моему и какой то фрукт или ягодка вот что то такое вот сладкое приятное может быть это ваниль я не знаю может сандал но приятный аромат хороший вот если не знаешь что на себя нанести это он если не знаешь под деловой костюм потому что подойдет тоже он даже в магазин побежать тоже подойдет этот аромат он такой какой то классический приятненький следующий аромат я с ним еще пока на вы знакомлюсь он мне понравился когда еще был в геле для душа и тогда мне Леночка прислала еще и аромат потому что мне так понравился гель мне так понравилось само звучание аромата в геле что у меня теперь есть и сам аромат это салар или солар не знаю как правильно называется такое солнечное название вот у него это арифлейм же да вот у него есть звучание не похожее на все остальные наверное вот как говорят Эйвен у него есть своя какая то изюминка у арифлейма своя может быть это так не знаю но вот он не похож на все остальные здесь есть цитрусы я их отчетливо слышу потому что я их очень люблю и мне вот этот аромат как-то вот притягивает он для более теплых дней у нас сейчас днем доходит до плюс 18 и когда я вижу солнышко моя рука будет тянуться именно к этому аромату следующий из благородных благородных кровей еще один аромат есть у меня это Элиш или Элиш не знаю это уже Мэри Кэй я даже не знаю есть ли сейчас эти ароматы мне его подарила недавно Оксана видите на имена все-таки я перехожу рвется рвется спасибо девчонки реально потому что благодаря вам я попробовала очень много ароматов вот этот аромат это вечер женственность это какие-то встречи это может быть даже какая-то ответственное там ответственное мероприятие вот какой-то он благородный и он раскрывает женственность красивый он это леди аромат такой прямо красиво солидно одетый леди поэтому на определенные события я его с удовольствием буду наносить следующий аромат который я выбрала это прима вот такая балетная тапочка забываю все время как она называется люблю я этот аромат я его полюбила тоже в пробнике в нем есть и сладость и свежесть и какая-то красота такая вольная не знаю как это вы знаете вот как балерина парит вот он как-то вот не так же напоминает что-то из балета красивая музыка и вот эта вот парящая девушка быстро двигающаяся и красиво и грациозно вот этот аромат как-то вот с такими вот ассоциациями движение красота молодость не знаю интересно знаете я последнее время дома очень часто прямо очень часто пользовалась вот этим кексиком мне их присылали на обзор тогда три кексика шога бэби я не как я не буду коверкать уже перековеркала да это такой вкусный аромат хоть у меня сейчас девчонки напишут если что нету ароматов вкусных этот вкусный он такой классный он домашний он достаточно стойкий я его 3-4 часа бывает слышу и как только я перестаю его слышать в домашних условиях я опять иду к полке наношу его на себя и хожу вот довольная он сладкий но не приторный и при этом он такой беззаботный легкий прямо девчачий классный вообще аромат очень нравится вообще вот все три кексика какие у меня есть я люблю все три ароматы описываю плохо девочки но я предупреждала что это очень сложная для меня тема я просто выполняю запрос и вот придумала такую рубрику мне кажется она даже вот зрительно она может быть доставит какое-то удовольствие от того что мы просто перебираем флакончики следующий аромат от Avon Skin Essence а вот аромат маракуйя кажется маракуйя что вот тут написано ну в общем вот этот аромат домашний он легкий он в меру сладкий тоже это такой можно сказать и компотик приятненький тоже мимо полочки прохожу и вот как-то я его зацепляю рукой он на мне и дальше иду нравится я думаю вот он у меня один из первых может закончиться потому что он мне очень нравится следующий аромат который у меня вот-вот закончится потому что он тоже у меня стоит прямо под рукой это FAM FAM от Avon кто как коверкает это название кто FEM читает кто FAM читает кто как кто FEM мы такие все грамотеи но вообще как я поняла что это все-таки французское слово да переводится как женщина и тогда FAM звучит кто-то мне из девочек это подсказывал потому что спутник этого парфюма идет ну как на английский манер мы читаем HOME но на самом деле OM звучит это мужчина по-французски поэтому FAM и OM судя по всему это все-таки звучит так но это я не умничаю это мне просто подсказали знающие девочки французский язык может быть опять же ошибаюсь не знаю но поумничала то что подсказали этот аромат мне нравится он тоже легкий я его использую дома он не тяжелый дома он чем-то схож по своему звучанию ну не похож а ну как знаете я говорю цветочные со сладостью вот как каори как череш может быть как прима вот он из такой же серии даже вот смотрите он тоже розовенький тоже розовенький вот он похож на по звучанию на эти ароматы следующий аромат это фаберлик мелодия ну мелодии да как правильно очень красивый аромат у меня есть был ну он у меня и есть но первым у меня появился фэнтези и я долгое время думала что они будут чем-то похожим потому что они как бы в похожих флаконах идут в таких цветных красивых но как оказалось что мелодия совсем имеет другой аромат не как фэнтези фэнтези там грейпфрут звучит и он звучит ярко кто не любит грейпфруты в ароматах то будет сложно а вот мелодия она нежная красивая цветочная вот правда как будто как это легкое звучание где-то там вдали музыки вот она так звучит у меня мама к себе на полочку поставила я вижу так уменьшается аромат видно что нравится он не только мне еще один аромат который я очень люблю это эклад вот тут тоже фам наверное написано а может быть фэм знатоки английского и французского девочки подскажите вот тут эклад фэм читают многие ну я не знаю как правильно это от эрифлейм это очень приятный аромат он сладкий компотный такой но при этом какая-то благородная в нем ваниль присутствует так он мне нравится кто любит сладкие ванильные ароматы то вот этот эклад фам фэм вам понравится такой он классный я ему прямо и рука тянется и часто пользую и жалко что закончится вот его бы хотелось иметь на полочке постоянно следующий аромат который я покажу это не так давно ко мне приехала коробочка от Оленьки Крюковой в этой коробочке было три таких аромата как набором все три имели замечательное звучание они у меня все три стоят но вот видно что потихонечку я уничтожаю они рука тянется и нравится этот именно аромат называется видно вам черри кажется так в них по 10 кажется миллилитров то есть три 30 миллилитров вот в одном 10 приятный красивый такой цветочный тоже сладкий ну вот знаете я ароматы подобрала в этом месяце в принципе они между собой даже в какой-то мере созвучные потому что весной когда и холод еще не ушел и тепло не пришло хочется вот цветов фруктов ванили и вот это все вот в этих ароматах тут нет ни одного тяжелого ну на мой вкус на мое восприятие ни одного тяжелого нет так как мне так разложить хочется чтобы было очень красиво вот и последний пятнадцатый аромат это вот такая вот малышка это малышка тоже подарок от Катюшки Менченковой я не помню момент какие-то моменты да безмятежность или как-то так ну в любом случае это какие-то моменты тоже нежно вот он тоже розовый нежный красивый такой аромат он в отличие от остальных идет без распылителя его уже на пальчик он тоже нежный сладкий и в нем цветы не похожи на все остальные тут цветочки сразу идут какие-то сладкие типа домашние вот фиалки ну не знаю как описать но очень приятный он такой нежный цветочный сладкий красивый аромат вот в ифраше наверное один из лучших ароматов если не считать линейки фруктовые или вот линейки там утро в саду из ароматов именно вот этот наверное один из лучших для меня именно из парфюмированных ароматов парфюмерных вот такая малышка ну рада я что в этом месяце получилось собрать такую коллекцию ну не всех я девочек назвала вот этот аромат мне прислала Наташенька Тата Матата её ник на ютубе и вот этот аромат приехал от Юленьки вот остальные-то я вроде уже назвала все равно не удержалась всех назвала напишите мне девчонки в комментариях интересно ли вот в таком формате косметичка как бывает месяцы да тут ароматы месяца может быть вот так и оставим и буду я каждый месяц показывать так вот десять-пятнадцать ароматов мало конечно информативно получается больше удовольствия получаешь от просмотра самих пузырьков потому что ароматы я по сути то и не описала практически ну все одинаково назвала да цветочная немножко сладость может быть вот этот самый цитрусовый но я думаю ближе к жаре будет цитрусов все больше и больше потому что я их очень люблю я по ним зимой даже в жару скучаю и как домашние ароматы использую именно цитрусы а на этом наверное буду пока прощаться спасибо всем за внимание спасибо всем кто был со мной всем до новых встреч и всем пока до новых встреч пока